Привет, друзья! Я в прошлый раз говорил о том, что есть состояние, в котором человек принимает решение, перебирает разные варианты, там у него в мозге происходит конкуренция различных доминант. Есть состояние оптимальное, когда принятое решение исполняется. Вот представьте себе это образно, что есть, допустим, какое-то руководство, которое принимает решение. Есть такой исполнитель-солдат, который всё делает автоматически. Какую команду получил, он её реализует, совершенно не задумываясь. Это монодоминантное состояние, одна доминанта. И эта доминанта, она не задумывается. Она распространяет своё влияние на все процессы течения в организме, на состояние психики. И вот представьте себе метод-ключ. Это часть, когда ты формируешь себе задачу, размышляешь над образом будущего, что ты хочешь получить. Потом переходишь в режим исполнения. Переключился, и там ты, солдат-исполнитель, беспрекословно исполняешь команду полученную. И так исполняешь ретиво. Да, ну и всё можешь сделать, то, что тебе поручено, как робот. Ну это и, собственно говоря, робот-исполнитель. В гипнозе человек находится в состоянии автоматического выполнения. Поэтому, когда мы человека, допустим, погрузили в гипнотическое состояние, и гипнотизёр ему дал команду, полезай на крышу, и тот стримглав на крышу, потому что в этот момент не сомневается, упадёт он или нет. Ему дана команда, он её выполняет. Ему говорят, лай, как собака. И он становится на корточке и начинает лаять. И у него меняется фонация голосовых связок. И он начинает лаять, и вообще, ты подумаешь, откуда у него такой голос появился. Но это же вот интересное явление, правда, гипноз. Я всю жизнь мечтал, как соединить вот эти вот моменты. Вот в аутотренинге, например, вот такой глубины нету, как в гипнозе. Потому что там человек сам себе как бы команды даёт, контролирует их исполнение, и там не так сильно получается, как когда кто-то кого-то загипнотизировал, даёт команду, и тот, как солдат, выполняет. Это идеальный солдат. Поэтому, в принципе, когда я разделил это на две части в одном функциональном процессе, стадия формирования установочной задачи и стадию её реализации, когда человек это делает самостоятельно, то он добивается больших успехов. А как перейти туда вот из одной стадии в другую? Поскольку вот в гипнозе, например, есть такое предгипнотическое состояние, это состояние вот между сном и бодрствием. Когда он уже в гипноз перешёл, там уже доминанты формируются в зависимости от команды. А вот переход сам – это нейтральное состояние. Как в модели моей работы мозга я говорил, состояние, где много доминантов, состояние, где одна доминанта – это транс, состояние сна и сна со сновидениями – четыре агрегатных состояния работы мозга, и одно переходное между ними. Нейтральное положение, как коробка передач автомобиля. Свободное состояние. Это предсон. Потому что между сном и бодрствием предсонное состояние. Поэтому, если я вас возьму, например, для объяснений каким-то способом инициирую у вас предсонное состояние, ну, где вы почти вот ещё чуть-чуть, и сейчас заснёте. И там вот вас попрошу. Предсонное состояние могу вас попросить там ключевым дыханием у себя получить, или подбором каких-то действий синхронных к вашему состоянию. И вы выйдете в это состояние такой безмятежности. Я вас попрошу, если, чтобы вам объяснить, как это делается. А теперь настройтесь на мой голос. Настройтесь, внимательно слушайте. А вот вы пред сне находитесь? Пред сне. Да. Я начинаю вам говорить, что вы меня внимательно слушали. Вы начинаете меня внимательно слушать. Очень внимательно, затаив дыхание, меня слушать. Я начинаю давать какие-то команды, установки. И вы в этот момент погружаетесь, погружаетесь, и вы провалились туда. И там я говорю, пои, и ты поёшь. Я там говорю, танцуй, и ты танцуешь. Я там говорю, рисуй, и ты рисуешь. Ты как исполнитель. Да. Вот видите, а когда вы сами с собой так делаете, тоже ключевым дыханием выходите на операционное состояние между сном и бодрствованием. И давайте себе команду. Давайте себе команду. Погружайтесь глубже, 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 глубже. Например, я здоров, я крепок и силён, я молодец, я такой отличный парень, или такая красивая девушка, и умница при том, одновременно. Да, и сами себе, да? И чувствую себя, буду хорошо. И провалился, и ты там находишься, находишься. И ты сам себе устроил и мозговой санаторий. Потому что клеточки мозга здесь начинают накапливать запасы питательных веществ, кислород пошёл. Да, и команды ваши выполняются. Но это же супер-работа-тренинг. Самый-самый-самый крутой. Да. Так что вот, если мы используем различные техники, подбираем путём перебора действия синхронные с нашим состоянием, выходим на состояние из шторма, стресса, в стиль безмятежности, и там даём себе какие-то команды, формируем образ будущего, мечту свою. Погружаемся глубже, и мы там в глубоком состоянии. Как будто нас кто-то загипнотизировал. Как будто. И получаем там такие в организме изменения. Так можно управлять собой, своим состоянием, и задавать даже настроение на своё поведение, на мотивацию, на улучшение памяти, на подготовку к обучению иностранному языку, на спортивные соревнования. Сами себе, сами себе. Видите, и так у нас есть много инструментов для вызывания этого прессонного состояния со сторожевым пунктом таким, как мать, когда засыпает, она услышит шевеление ребёнка, сразу просыпается. Вот это сторожевой пункт. Это аутораппорт. И погружайтесь, и выполняйте команду. Сами себе заданную. Ну, наверное, вы всё поняли, да? Если непонятно, пишите вопросы. Пишите вопросы, потому что у нас скоро вебинар. 8-го числа в 21.30, посвящённые тому, как решать вопросы, которые обычным путём решить не можете. Какого? 9-го. 9-го числа. И ты сказал, не 21.30, а 20.30. А, в 20.30. В 20.30 Наташа приехала из Беларуси, вот мне подсказывает. Молодец. Вот даже такие друзья. Молодец. Значит, повторяю, 9-го, 9-го сентября в 20.30. Четверг. Четверг. До встречи. КОНЕЦ, КОНЕЦ, КОНЕЦ. КОНЕЦ.